Итак, приступим к разбору крут. Начнем с read, то есть чтения. Но сперва сделаем маленькие настройки. Чтобы все выглядело у нас более-менее прилично и без особых усилий, подключим к css livo, materialize. Заходим на их сайт и скачиваем следующую строчку. Чтобы ее подключить, нам нужно зайти в наш layout. Сохраняем. Также удалим вот это ненужное нам. Сейчас найдем еще. Намбарс, еще Намбарс, Намбарс. Да, вот нашел Намбарс. Скачиваем самый вот этот простой. Устанавливаем. Вот это нам пока не нужно. Пишем наше лого. Лого какое у нас там было? Я не знаю. Translator. Пусть будет Translator. Так, ссылка пока у нас пустая. Здесь тоже пофикшу, пожалуй. И посмотрим, как это все у нас теперь выглядит. Сервер у нас запущен. Ну, собственно, вот. Поскольку нам пейдж контроллер, пейдж, здесь все это не нужно, мы это удалим. Будем создавать все свое. Пейдж контроллер. Папку, относящуюся к темплейтам. И также нужно удалить пейдж-вью. И пофиксить вот эту строчечку. Все. Теперь у нас мы начнем все сначала. То есть, создаем свой контроллер. Пишем HomeController. Естественно, у нас его еще нет. И метода индекса тоже нет. Сохранили. Реагировать мы будем по корневому каталогу. Дальше. Теперь нам нужен контроллер. Идем в папку Controller и создаем там контроллер. Не забываем, что используется CamelCase при названии файлов. И CamelCase мы используем в самих модулях, в самих файлах. Пишем dev-module, здесь у нас word-web.home-controller. Теперь нам нужно подключить базовую функциональность. Мы пишем use-word-web, запятая, контроллер. Контроллер. Отлично. Подключили. Метод какой там у нас был? Индекс. Создаем метод индекс. D. Индекс. Любой метод контроллера должен принимать com. Construction. Com. Также он может принимать параметры. Но в данном случае их у нас не будет. И у нас все это заканчивается. End. Теперь нам нужно как-то отобразить. Нам вообще нужны данные из базы данных. Как мы знаем, наша база данных уже заполнена двумя полями. Двумя строками. Для этого для начала напишем обычный код. Рендер. Кон. Обязательно. Страница, которую мы будем использовать. Наш темплейт. И здесь будут у нас words. 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 Мы их пока еще не извесли из базы данных. Пишем words. Repo. All. И... И... Так, чтобы много не писать, я сразу напишу специальные алиесы. Вот. К этим методам. К метод... Ой, к модулю. К этому методу Repo. И к методу... К модулю Word. То есть, word, пишу Repo и word. Теперь я могу использовать данные. Данные модули, данные сокращения. Значит, вот. Первый шаг сделан. Второй шаг. Нам нужно создать view. Как вы помните, view это достаточно простой файл. Мы также используем соглашение. Не забываем, важно использовать соглашение. У нас был там home controller, поэтому здесь мы создаем home, нижнее подчеркивание, view.exe. Снова пишем dmodule, wordweb, поскольку он у нас находится в адвесной части, wordweb, пишем home, view. Здесь также нужно подключить базовую функциональность. Для этого мы используем use, вот, web, но на сервис мы пишем view. То есть, вот этими тремя словами мы подключим вот эту функциональность с помощью вот следующей директивы, следующего макроса. Подключается здесь все. Так. Осталось еще немного. Теперь нам нужно создать папку. Папку нам нужно создать home. Папку нам нужно создать, а не файл. Home. И в ней нужно создать тот темплейт, который мы указали. В данном случае индекс html. Индекс html. Но здесь нам нужно добавить еще три буквы. EAX. Это связано с тем, как будет отображаться темплейт, он используется как функция. То есть, он будет трансформироваться в какой-то код. Дальше. Здесь нам нужно отобразить то, что мы хотим увидеть, собственно говоря. А что мы хотим увидеть? Здесь мы хотим увидеть слова. List of words. Words. Так. В темплейтах мы можем использовать эликсир-код специальным образом. То есть, мы пишем квадратные скобочки. Знаки процента. Пишем. Равно. И теперь мы пишем эликсир-код. For. Используем for Comprehensions. Там у нас, что было, мы передавали words. Поэтому мы пишем word, собака, words, do. Далее. Поскольку это у нас будет список, заключим это все в наш... Так, здесь элемент. Здесь пишем класс collection. Здесь мы пишем класс collection item. Collection item. Отлично. Отлично. И здесь нам нужно также использовать эликсир-код, который мы будем выводить. Но используем на сей раз переменную word. Раз. Как у нас назывались имена eng и rus. Поэтому мы ставим eng. Сделаем по-простому. Все. И если ничего не попутал, сейчас будет все работать. Собственно, вот оно и все работает. Благодаря live reload я сразу все вижу. Вот. То, что было из наших данных. Мы показали. Теперь сделаем отображение каждого отдельно. Также повесим ссылки. Хотел еще сказать. К сожалению, очень важен синтексис. Нужно соблюдать пробелы. Вот, к примеру, сейчас выскочила ошибка. А все потому, что я вот здесь не указал пробел. Если я его сейчас укажу. То все работает. Так как мы хотим отобразить теперь каждую строку отдельно. Нужно снова пройти этот путь. То есть, идем в раутер. Указываем интересующий нас. Здесь используем параметр ID. И будет у нас метод называться show. Теперь переходим в наш контроллер. Создаем метод show. Дев. Show. Каждый метод контроллера принимает первым параметром. Ком. Запомните это. Потом у нас параметры. Они на сегодня нам нужны будут. И. Здесь снова будет render. Но пока этого не сделано. Просто посмотрим, что из себя представляют параметры. Делаем IO INSPECT PARAMS. Идем. Делаем запрос. Например, один. Да, будет ошибка. Но нас это не волнует. Нас интересует. Нас интересует, что из себя представляют параметры. А параметры, как мы видим, представляют из себя мапу, в котором есть поле ID и значение ID. Как мы и ожидали. То есть, идет связка вот этого ID. Поэтому вместо PARAMS мы можем указать следующее. ID. ID. Теперь дальше. Теперь нам нужно достать этот ID. Из базы данных. То есть, у меня будет конкретная пара слов. repo. Get. Тип нам нужно задать. Типа у нас будет строка word. И ID передать. Все. Сразу говорю, я не делаю здесь проверки по типу, существуют или не существуют. Если вам интересно, делайте эти проверки. Я создаю простой проект. Теперь мне нужно его передать, соответственно, на отображение. Снова пишу render. Con. The playboy. Называется show. HTML. И передаем это слово. Снова используем кейворд лист. Word. Word. Заметьте, view мы здесь больше создавать не будем. View. А. Вот этот home view. У нас один для всех. Нам нужно лишь теперь будет создавать темплейты. Создаем темплейт. Show. HTML. И снова EX. EX. Здесь. Например, можно написать следующее. ClassCenter сделаем. Я это, к слову, везде прописываю ClassCenter. И. Current. CurrentWord. Например. Например. И здесь снова используем elixir. Код. Чтобы вставить. Данные, которые мы используем из кейворда. То есть, вот это слово, чтобы подключить. Используем собаку. И пишем word. Все. Ммм. А. Мне нужно здесь сделать следующее. Нужно было указать, к какому полю я обращаюсь. Потому что там немного все по-другому выглядит. Он не знает, как отобразить правильно. Так. Ну, собственно, все. Работает. То есть, мы можем конкретное слово посмотреть. Или список всех слов, которые у нас есть на данный момент в базе. Теперь давайте сделаем ссылку. Чтобы не писать вот здесь, а сделаем вот это ссылкой. Для этого мы переходим в индекс.html. И пишем следующее. Для этого мы используем специальные функции, которые предоставляет нам Phoenix. В своем модуле HTML. То есть, мы используем, вместо того, чтобы использовать классические функции, HTML-ские, типа A, Href и так далее. Мы используем Phoenix. Мы пишем link. Это у нас будет слово, за которым прячется ссылка. И здесь мы пишем, куда. Куда мы ссылаемся. Причем мы здесь пишем ссылку особым образом. Зачем мы это делаем? Чтобы не заморачиваться с путями. Мы просто знаем, что у нас есть роутер. В нем есть указаны пути. И за конкретные пути у нас отвечают определенные контроллеры. Если вы посмотрите, здесь мы пишем роутер, семейство home, то есть, home контроллеры. И обращаемся к путям. Используем connection наш. Connection у слова везде суч. Указываем, что нам нужен метод show. То есть, вот что мы указываем. И вместо ID мы можем просто передать конкретно Word. ID у нас автоматически посчитается. Мы просто передаем сразу весь кусок. И сейчас мы можем все это протестить. То есть, тут у меня уже конкретное. Давайте на главную страницу. Вот у меня есть ссылочки. Раз. Работает. И раз. Работает. Пожалуй, на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...